Всем привет, меня зовут Михаил Климчук, это канал Бородач-ТВ, а в гостях у нас сегодня Иван Апостолевский, депутат Муниципального Собрания. Здравствуйте, уважаемые избиратели, основоборцы. Пользуясь случаем, хочется поздравить всех с Днём Советской Космонавтики. Сегодня исторический день, этот день в нашей истории, он очень важен для нас. И сегодня, конечно, наша наука, может быть, не способна на такие подвиги, как тогда, но мы обязаны помнить, что мы можем преодолеть многие преграды. Я думаю, что в 60-х тогда мы не мечтали, может быть, какое-то время, и не думали, что возможно такое. Но в итоге мы, наша страна, именно Советский Союз, смогла отправить первого человека в космос. Поэтому и вас, Михаил, поздравляю, и дорогих слушателей. Сразу вопрос, Коль, про космонавтику. Если мы 60 лет смогли действительно первыми отправить в космос человека, то почему сейчас у нас вообще происходит такая достаточно серьёзная проблема? Если смотреть на то, как это делают иностранные партнёры, которые регулярно отправляют, они по одному, скажем так, делают запуску в открытый космос. Ну, не в открытый космос, а вообще в космос, то мы здесь очень так серьёзно начинаем проигрывать. С чем это вообще, как ты думаешь, связано? Немножко отошли от местных проблем. Если так вкратце, мы потом к местным, я думаю, перейдём. Моё мнение, я так с людьми в этой сфере разговаривал, то, что, ну, во-первых, тотальное недофинансирование. Результат того, что в 90-е годы у нас вообще было пропишено финансирование многих программ космических. И сейчас, да, в 2000-е там было увеличено, но мы не можем выйти на те уровни. Ну, ладно, хорошо, тогда перейдём к нашим насущным проблемам нашего города, город Сосновый Борг. Скажи, пожалуйста, почему у нас растут так стремительно тарифы на ЖКХ? Ну, здесь каждый тариф можно в отдельности рассматривать. Мы, как депутаты Сосновурского городского округа, Совет депутатов, мы, значит, недавно было, ещё в прошлом году, администрация вынесла, и каждый год она выносит вопрос о повышении тарифа. Он обычно в районе 4-5%, то есть это определённый уровень, выше которого нельзя. Но вот Единая Россия вынесла вопрос о повышении сверх этого предельного индекса, в совокупности это порядка 15%, что вот у нас сейчас увеличилось платёжки по холодному водоснабжению. С чем это связано? С тем, что администрация считает, что они могут передать в концессию частной конторе, в данном случае ООО «Водоканал», то есть у нас есть СМУП «Водоканал», был точнее, который, скорее всего, сейчас прекратит существование, то есть у нас банкротит просто муниципальные предприятия. Как с АТП было, с комфортом, вот такая же сейчас ситуация у нас с «Водоканалом», и они решили, что вот те сети, которые не ремонтировались порядка 20 лет, то есть они ничего не делают, и они сейчас возьмут из жителей эти деньги соберут. То есть порядка миллиарда рублей будет собрано жителей на протяжении 30 лет, то есть тариф повысился на 60 рублей в прошлом году. И ко мне подходили, бабушки говорили, а как так? Я говорю, ну вот у нас есть партия власти, Единая Россия, которая считает, что это нормально. Что касается… Это первое, что холодное наслаждение, и мы на это можем влиять. И для справки, и мы об этом писали, вся фракция Единая Россия и еще два депутата, они проголосовали за, проголосовали против мы, КПРФ, и проголосовали против сосновоборцев. То есть на сегодняшний момент они считают, что повышение тарифов – это оправданно, и можно так делать. Хотя есть другая практика в других муниципальных образованиях, передается это государству, и государство передает, то есть субъект занимается этим вопросом. Ну у нас вот… Более того, мы знаем прекрасно, что эта компания связана с Григорием Михайловичем Многинским. То есть если войти в учредители, я предполагаю, я не могу точно утверждать, конечно, Ну если входим в учредители ООО «Доканала», это бывший замглавы Воробьев и Тибилов тоже один из учредителей. То есть просто так-то ничего не делается. Компания с установленным капиталом 10 тысяч. Вот они будут ремонтировать на протяжении 20 лет наши все сети. Вот они на этом заработают. А какую-то экономику просчитывали? Ну это просчитывает администрация, это колоссальное. То есть это проекты конституционного соглашения. То есть это законно, но я просто к тому, что можно было обойтись без этого, без повышения тарифов. Это была инициатива главы города, который, конечно, говорит, что это мы, депутаты, проголосовали за. Хотя я голосовал против, понятное дело. Но они посчитали, что треть из этих трех миллиардов, которые они не делали, вот эти сети. То есть вдруг у нас они в аварийном состоянии. Они сейчас в аварийном состоянии, их нужно ремонтировать. И вот решили собрать жителей. Но я считаю, что это неправильно. У нас так тарифы растут. Это что касается холодного соглашения. Если говорить про мусорную реформу, то там вообще очень забавно происходит. Идея мусорной реформы была в том, чтобы раздельно собирать мусор, если вы знаете, построить мусороперерабатывающие заводы. У нас же просто сейчас свалки по всей Ленинградской области. И поэтому якобы обосновывали, что они повышают тариф, ставят вот эти мусорные площадки, которые сейчас поставили по городу в 2019 году. Что изменилось про площадки? Ничего не изменилось. Их только поставили. Вначале там был тендер. Часть поставили, часть нет. Там тендер опять, как всегда, были большие проблемы. Подрядчик был недобросовестный. Мы спрашиваем, где площадки. Тариф повысили почти в два раза. А мусорные площадки не были установлены. Сейчас они еще не везде далеко установлены. То есть люди уже порядка полтора года платят повышенный тариф. Мы, конечно, со своей стороны писали губернатору, потому что это губернатор занимается этим вопросом. Он устанавливает, то есть комитет по тарифам устанавливает эти тарифы. Мы писали от фракции КПРФ, сосновоборцы. Мы писали о том, что необоснованный тариф, почему подняли на такой большой процент почти в два раза. И то, что сейчас же собирают с квадратного метра, это смешно. У нас кто производит мусор? Квадратный метр или люди? Люди. Но у нас ко мне обращаются тоже бабушки, избирательницы. Говорят, вот я одна живу в трехкомнатной квартире, почему я плачу такие суммы 300-400 рублей? Я выношу раз в неделю этот пакетик и все, я ничего там. Хорошо. И вот так у нас растут тарифы. Я понял. Сейчас будем как раз по этому поводу рассуждать. Первый такой вопрос отсюда вытекает. Скажи, пожалуйста, каким способом можно повлиять, чтобы так не росли цены? Ты как видишь? В данном конкретном случае, в случае с водоканалом, я считаю, что нужно было государству, то есть Ленинградской области, администрации проработать вопрос с губернатором Ленинградской области о том, чтобы выделили субсидию и по субсидии отремонтировали эти сети. Потому что это собственность муниципалитета, то есть это не частная собственность. Но это выделяло же каждый год, каждый месяц выделяется. Я могу так сказать, что там выделялось столько, что этого не хватало катастрофически. Поэтому речь идет, понимаете, у нас 20 лет этого не делалось, и за это время скопилось настолько, что мы должны 3 миллиарда потратить. А у нас бюджет 2,5 миллиарда. Нет, подожди, подожди. Тут вопрос, наверное, не в том, что оно не выделялось. Есть такое понятие ценообразования. В цену входит вообще все. И амортизация старых сетей, и прокладка новых труб, если это надо, да, будет. Все должно быть учтено. То есть мы об этом говорим, что если я занимаюсь бизнесом, то в цену я включаю вообще все издержки, которые необходимы для производства товаров и услуг. То есть поэтому тут говорить, наверное, не совсем корректно, не из той позиции, что там где-то может быть неправ. Нет, с точки зрения экономики, скорее всего, это должно было быть кем-то учтено, потому что были разработаны нормативы еще в советское время. Мы сейчас просто говорим, если туда возвращаясь. И по этим нормативам мы как-то все-таки платили деньги, да, и нам опять же выставляли. Скорее всего, здесь кто-то не осуществлял свою деятельность, да, я так понимаю, это СМУК-водоканал. И вот и сейчас передали. Смотри, получается, окей, как говорится, мы получили ряд проблем, и сейчас их нужно решить. Вот я так понимаю, появились люди, которые предложили решение, да, то есть и за это решение проголосовали. Есть какие-то, может быть, другие способы решить эту проблему? То есть вот ты говоришь, что есть возможность, вообще была возможность обратиться через губернаторскую программу. Да, ну то есть в других муниципальных образованиях, насколько я знаю, там взаимодействовали с областью. Водоканал там где-то передавался в Ленинградскую область, там собственность, ну государственность есть, муниципальная собственность, государственная собственность, как бы разные вещи. Вот, и они уже занимались финансированием. А как быстро произошла бы замена? Вот мы сейчас говорим о том, что есть проблема, да, то, что вот, ну, завтра там рванет там пять труп на пяти улицах, да, и мы будем, скажем так, согласовывать. Когда пойдут эти деньги из области? Есть какое-то понимание? Нет, ну, если администрация, то есть это, смотрите, Совет депутатов и администрация, да, администрация должна взаимодействовать на эту тему. И администрация, она выходит там на губернатора, пишет там обращение, да, то есть сроки какие, ну, обычно в течение года, я думаю, что это решаемый вопрос. Потому что в течение, там, года, каждый год у нас формируется бюджет, и вопрос того, насколько войдет это в бюджет. Ну, эта программа, она существует, ну, во всех, во всей Ленинградской области похожие, может быть, проблемы, да, то есть так же не меняли. Но там это перешло в собственность Ленинградской области просто, и они начали, значит, ремонтировать. А здесь повысили тариф, и меня смущает то, что еще частник на конкретных, на муниципальной собственности заработает, ну, весьма серьезную сумму. Я вот хотел, ну, уже решение принято, да, я просто говорю, что мы предлагали, что мы, не то, что даже предлагали, мы говорили, что, во-первых, повышение тарифа в принципе недопустимо, да, потому что у нас сейчас люди, ну, в половину страны получают меньше, там, до 25-30 тысяч, да, это официальные данные. Ну, как бы, это недопустимо, поэтому я считаю, что здесь можно было поработать, и были варианты решений, прямо даже вот в этой ситуации. Вот, а так, если политически, вот я говорю, что я в принципе не понимаю, почему у нас такие тарифы, вот. Слушай, ну, получается, что фракция «Единая Россия» — это большинство того у нас. Да. Ну, я так понимаю, следующие вот выборы, когда будут, да, то есть мы должны, наверное, о чем-то помнить. Да. Чтобы не допускать каких-то ошибок, ведь вот эта замечательная книга, да, мы сегодня с тобой, перед тем, как ты, перед тем, как мы запустили запись, да, мы с тобой общались, я как раз рассказывал про замечательную книгу «Поведение потребителя». Там есть определенная глава, как раз она посвящена политике, что исключительно, еще раз фразу, исключительно на то, кто будет избираться и какой будет политический строй, определяет исключительно потребители. Я считаю, что потребители сами сделали свой выбор, поэтому то, что они сейчас уже и не могут оплатить, а вынуждены оплатить, ты правильно говоришь, что как это так, что с 90 квадратных метров, женщина платит, скажем так, за выделение мусора, да, хотя она в единичном экземпляре. Вот, но тут тоже есть масса нюансов, да, как правильно посчитать, потому что бывает комната маленькая, прописано очень много, или там живет, бывает и 10 человек. То есть здесь как-то это надо, опять же, взаимодействовать. Вот, ну, вообще сфера ЖКХ – это достаточно интересная сфера. Можно удешевить, конечно, можно удешевить, и для этого нужно применять информационную технологию. Это какое-то программное обеспечение, которое и учитывает теплопотери, а также оптимизирует логистические решения, опять же, контролирует за теми финансами, которые собираются, потому что если финансы собираются, значит, они могут, а, либо инвестироваться, да, б, либо тратиться непосредственно на удовлетворение нужд, скажем так, жильцов того или иного дома. Ну, наверное, перейдем к следующей теме вопроса, потому что про сферу ЖКХ можно долго говорить. Я думаю, что к этому можно перейти уже будет там и в следующий какой-нибудь выпуск, но уже, наверное, более подробно углубиться там, да, если будет что действительно рассказать. Скажи, пожалуйста, вот, ну, расскажи, пожалуйста, про фонд капитального ремонта, потому что и следующие вытекающие вопросы относятся к таким домам, как Сибирская по адресу Сибирская 2 и Сибирская 4, потому что как только ты избрался депутатом, ты и до того, когда избирался, то есть ты вставил программу ремонта подъездов, я правильно понимаю? И сейчас это уже идет. С чего это все началось и как вообще формируется вот этот фонд? Немного у вас, Михаил, неправильно немного понимаете. Смотрите, фонд капремонта, он отвечает за капитальный ремонт. Это касается фасада, крыши, подвала, инженерных сетей, то есть электрика, ХВС, ГВС, тепло, понимаете, да? Именно текущий ремонт, о котором идет речь на Сибирской 4.2, да, если уж что-то сказать. Косметический, да? Косметический, да, но его называют косметическим, текущим. Вообще он там в платежках к текущей фигурирует. Где-то его там не включают в платежке, но вообще он есть. Это отдельная строчка, прописанная в договоре управления многоквартирным домом. И Сибирская 4.2 люди на протяжении каких-то лет, да, они платят эту строчку. То есть у них ремонта не было. Я вообще хотел бы ко всем избирателям обратиться, что каждый избиратель может требовать проведения текущего ремонта, если его не было. И он имеет на это полное право. Потому что есть 170-е постановление госстроя, в котором прописано, какие вообще работы должны были быть, да, и в каком состоянии должен быть подъезд. Ну вот возвращаюсь к потребителям. Потребитель определяет, требует, правильно? Да, но у нас просто, к сожалению, это не выполняется. У нас есть закон, но он не исполняется. Но надо, может быть, массово написать заявление? Нет, я могу так сказать, что как только я стал депутатом, вначале я написал управляющую компанию, сети сервис, мне сказали, что мы будем, мы вроде планируем, но только с дополнительными взносами. Здесь очень важная дискуссия начинается. Они говорят, а вот собираемость дома маленькая, а, значит, якобы там очень плачевное состояние, мы только тут, только стали, значит, управляющей компанией. Что я говорю? Извините, закон не распространяется на там срок, сколько в этом управляющей компании. У вас конкретно прописано… Смотри, а если получится так, что вот, ну, окей, мы заключили договор, вот как управляющая компания, тоже их надо понять, вот они говорят, мы заключили договор, вот только-только, да, два года, чтобы сделать вот этот текущий ремонт, мы примерно понимаем, что, условно говоря, там, 1600, да, или миллион. За 100 миллионов нужно собрать. Да, то есть если ты начнешь его делать за свой счет, то эту сумму кто-то должен тебе компенсировать. А когда компенсировать? То есть если с тобой, скажем так, расторгнет договор муниципальный, ну, не муниципальный, а это самое, многоквартирный дом, как вот быть в таком случае? А ремонт уже сделан? Нет, ну, смотрите, еще раз. Я просто… Да, 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 да. Гипотетически спрашиваю. Я понимаю, да? У нас есть требования, они конкретно прописаны, вне зависимости от того, сколько времени, да, там, управляющая компания там находится. Это первое. Второе, конечно, сити-сервис, да, они там с декабря 2019 года уже полтора года. За полтора года что-то можно было сделать. Первое, сколько вы там собрали, они сколько-то собрали, пока процедур никаких не было сделано. Якобы они там вышли, что-то начали делать, хотя у меня тоже это отдельная тема, да. И они должны вот по этим требованиям, то есть это состояние там краски, да, то есть когда она в таком состоянии, как она отолупывается, просто, да. То есть там прописано, да, что должен быть ровный красочный слой, значит, не должно быть вот выбитых этих стекол, да, которые на лестничных клетках. Вот этот пор очень должен присутствовать, его там где-то вообще нет, да. Если говорить про там текущий ремонт, опять же, есть текущий ремонт от электрики, там с электрикой тоже большие проблемы, этим тоже должна заниматься управляющая компания. Вот, но как-то получается, что они просто устраняются. Я вот уже сколько, то есть я вначале им писал, потом в администрацию. Администрация, там, между прочим, собственник, 15% как-никак имеет, и в Сибирске 4, и 2, примерно там в районе этого. Они сказали, ну, а что, мы будем просто приходить на собрания, и все. Я говорю, ничего, так что нарушаются требования администрации. Я говорю, нарушаются требования федерального закона, обязательные. Они такие, ну, понимаете, они не собрали. Я говорю, ну, какая разница, собрали, не собрали. И еще момент, вообще-то люди платили до этого. Сколько лет люди платили там с 2000, в момент приватизации, с момента приватизации, они с 2006-2007 года заплатили, наверное, приличные суммы. Просто менялись в управляющей компании. В управляющей компании Comfort, которую, опять же, она муниципальная, ее обанкротили, я считаю, что весьма искусственно, потому что она загнали в долги. Я предполагаю, что так было. Я, конечно, не был директором, но я вижу, да, то есть, с чего бы это. Она обслуживала практически весь город в какой-то момент. Ее загнали просто в долги, она сейчас вообще на бумаге существует. У них было несколько управляющих компаний. В основном Comfort немного был управдом, но там они были буквально год. И сети-сервис. За эти 15 лет можно затребовать эти средства. Они же собирались, текущий ремонт должен был. Подожди. А вот этот фонд, когда мы платим за квиток, куда уходят эти деньги? То есть, это какой-то специализированный счет у дома? Да, да, да. Вот если говорить про, типа, просто разошла сибирская 4.2, это вот, я говорю, вот то, что касается текущего ремонта, это чисто управляющая компания, и она прописана как текущий ремонт, вы платите в платежке управляющей компании. А то, что касается фонд капремонта, это вот фасад, подвал, крыш, ну, там, с коммуникацией, и это, да, идет на общий счет капитального ремонта. Если вы приняли решение на общем собрании собственников, то это, значит, можно сделать специальный счет, да, дома, вот, и вы будете там распоряжаться им, да, и управлять. Ну, это достаточно сложно. Вообще, я могу сказать, что у нас очень мало, ну, таких реально существующих, там, советов домов, да, и, то есть, избранных, да, потому что люди обычно этим не занимаются, люди еще в каком-то смысле, да, ну, привыкли еще, да, к советскому наследению, это когда, на самом деле, ЖКХ было государственным, да, и только попробуй-то там, да, вот так халатно относись к своим обязанностям, как сейчас у нас многие подъезды в каком состоянии, да. Где-то ремонт прошел, а где-то просто ужас, ужас. Это не только Сибирск-4-2, это и Мира, это и Красных Фартов, это и, в принципе, обычные дома. Ну, а я был там... Ну, ты видишь, мы подходим к самому главному. Ведь люди, когда туда заезжали, это были достаточно, ну, новые, свежие в свое время, когда-то были дома. Ведь убиты эти стены, ну, они же происходят, ну, то есть, они появились в результате того, что достаточно халатные отношения и самих собственников жилья, и гостей, которые к ним приходят. Это же исключительно люди делают, это не животные. Нет, ну, смотрите, текущее... Нет, я просто сейчас немножко о культуре начал говорить, да. Нет, ну, культуре. Вот, и здесь еще один такой вот момент выскакивает сразу же, да. Если мы говорим о культуре, а также о финансовой грамотности, скажи, пожалуйста, вот ты этим вопросом очень плотно занимаешься. Ну, и так очень подробно все это объясняешь. Скажи, пожалуйста, а люди знают, сколько они заплатили за 15 лет? Нет. Вот именно в натуральном выражении, именно вот сколько тысяч рублей каждый из них заплатил. То есть, я просто к чему? Знание о том, что ты сделал и какие ты понес, например, финансовые потери, это дает тебе право для того, чтобы, а, требовать, б, ты хотя бы осознаешь, ну, скажем так, причинно-следственную связь от того, что происходит и что делать дальше? Нет, ну, люди, во-первых... Ну, кто-нибудь из них знает, просто вот так вот, что? Нет, люди много чего знают, но конкретную сумму, я думаю, мало кто может назвать, потому что... Вот с этого надо начинать. Договор, договор... Ты знаешь, от этого надо начинать, когда люди, вот, когда каждый... Вот сколько там человек живет в доме, например, в Сибирской 2? Ну, в Сибирской 2, порядка, ну, и 4 тоже, там порядка 200 квартир. В каждой? В каждом доме по 200? Да. Или по 100? Нет, по 100. По 100, да? Ну, вот смотри... Нет, нет, по 200, по 200. Ну, ладно, суть по-моему, представим, что 200 квартир. И каждый, наверное, должен задать себе вопросом, ну, я ведь плачу деньги, ну, так или иначе, то есть... Ну, почему? Ты правильно говоришь, что можно и нужно требовать свои... отстаивать свои права, вот, но не каждый из них знает, сколько он тратит. То есть он просто платит вот каждый раз, да? И опять же здесь возникает камень преткновения, потому что, ну, представь, я такой хороший, я говорю, ребят, я буду работать, я вот как управляющая компания, буду работать, давайте я вам что-нибудь сделаю. Но у меня денег нет. Вот как быть в таком случае? Мы понимаем, что деньги уже где-то там потеряны, да? Либо их кто-то, может быть, украл. А как быть в этом случае? Понимаешь, есть закон, да, прекрасная штука, это закон. Вроде бы меня обязывает к чему-то, но денег-то у меня нету. И получается, я такой хороший, я готов работать, но я не смогу ничего сделать. Да, я понимаю. Может быть, что-то надо менять? Это личная проблема, как называют, провал рынка, да? Когда никто не заинтересован, да? То есть, условно говоря, предприниматели в данном случае, я, конечно, вообще за государственную здесь контроль, потому что, ну, мы видим, что… Я, наоборот, за частный контроль, да? Можно здесь спорить, я говорю про конкретную ситуацию. И вот этот провал рынка, он виден, да? То есть, что они не заинтересованы, да? Вообще делать ремонт. Им даже уже вынесли, я писал, госжилу инспекцию, им вынесли предписание, что сделайте, уже они проиграли суд, но все равно есть предписание… Более того, если они не выполнят, им по 250 тысяч штраф с каждого дома. То есть, это издержки, да? Это понятно, да. Ну, ладно. Но, опять же, я говорю, о чем я со своей стороны как депутат думаю, как заинтересовать, да? То есть, я выходил в управляющую компанию, там очень сложно коммуницировать, да, с управляющей компанией, вот. И первое, они могут реально запросить деньги с других управляющих компаний, которые собирали на текущий ремонт. Ну, ты же сам понимаешь, что это не реально. Они могут, почему? Ну, можно, денег нет. Если говорить о комфорте. Нет, ну, комфорт существует до сих пор. Это муниципальные предприятия. То есть, это… Что? А деньги? Деньги. Это муниципальные предприятия, я думаю, что можно найти, да? Вопрос к администрации. То есть, люди платили, да? Второй момент. Значит, можно делать планово, да? Вот. Потихоньку, да. Можно сделать вначале первый этаж. Ну, вы скажите, давайте, мы, значит, придем в этом году, вот этот этаж, следующий, этот, допустим, на несколько лет растет. Ну, вот условно говоря… Такого предложения не было. Я был на всех общих собраниях. Приходит директор управляющей компании и говорит, у вас, мы собираем дополнительные взносы. Дополнительные взносы, знаете, сколько они предложили людям? Вот там бабушки живут, просто пенсионерки, блокадницы, да? С каждого человека по 20 тысяч. Ну, потом сказали, не разово мы разобьем там по тысяче. Ну, представляете, по тысяче рублей сверх. Люди платили всю свою жизнь, да? Там говорят, что кто-то не платит. Кто-то не платит, но тот, кто платит, он обязан получать качественные услуги, значит, ЖКХ. Если не платит, в судебном порядке, пожалуйста, работать с управляющей компанией. Ну, к сожалению-то, да? Вот какая ситуация. И, пожалуйста, выходите. Я даже… Генеральный директор Юрченко, она говорила, что я якобы там чуть не срываю собрание. На самом деле я активно приглашал на летнее собрание людей. То есть у нас было собрание в августе. Впервые там пришло порядка… Ну, понятно, не все собственники, да? Но когда я был год, ну, только еще даже не был депутатом, просто ходил, и вот на мою избирательную кампанию наложилось тоже одно собрание, там пришло буквально пять человек, что ли. А когда я, значит, пообщался, человек у нас 50 пришло, наверное, с двух домов или 50-60, может. Ну, то есть это немало людей, которые пришли, которые готовы… Хотели обсудить, значит, по повестке. Нет, все, голосуйте, а там какой момент? У нас есть форма очно-заочного голосования, да? Оно проводится как? Вначале очная часть, обсуждается вопросы, потом заочная часть. На обсуждение вопросов просто директор даже не захотел обсуждать, да? Какие дообзносы, сколько, чего? То есть люди, в принципе, может быть, кто-то, есть люди, которые не готовы вообще платить, потому что, ну, я их понимаю, да, а есть люди, которые говорят, что, ну, мы готовы немного, да, ну, о какой тысяче может идти речь, да, то есть, ну, давайте обсуждать. Ну, там вот диалога, как у меня, да, сложилось впечатление, нет, я вот прихожу, они обиделись на то, что я там вложил инспекцию, написал, ну, а что? Я вначале к ним выходил, потом в администрацию, а куда мне еще писать? Ну, президент Путин, что ли, ну, это же глупость, да? Ну, вот, потом и губернатору писал, вот, ну, и это не только один дом, просто некоторые депутаты на своих кругах может не поднимают. Как, вот смотри, ладно, окей, мы можем привлекаться, как, ну, скажем так, управляющая компания, как собственник из жилья, мы можем привлекаться очень долго, но вот этого, скажем так, дом не отремонтируется. Мы, конечно, должны научиться договариваться. То, что было, ну, наверное, можно сказать, уже было. Понятно, что управляющая компания может истребовать, ну, давай просто вот возьмем с чистого листа. Зашла новая свежая компания. Я считаю, что собственники из жилья, если они, ну, коли они впускают к себе управляющую компанию, либо нанимают, ну, если правильно говорить, они нанимают управляющую компанию, то здесь уже изначально должен выстраиваться диалог. Когда собственники из жилья, то есть это не должно быть государственным, вот каждый, когда человек отвечает и знает, что это его частичка, вот его личная, тогда он ее будет защищать. А у нас вот эта культура, когда все это общее, она очень сильно вредит. Ну, вот возьмем просто дом, частный дом. Мы же кому будем претензии предъявлять, что у тебя крыша прохудилась? Я думаю, что самому собственнику из жилья, правильно? То есть, то когда идет речь о многоквартирном доме, то все куда-то разбегаются. Ну, я просто к чему. Вот ты сказал, что 50 человек пришло. Должно было прийти 200 человек. Вы знаете, хоть сколько людей приходит на общее собрание вообще по городу? Мало. Нет, вообще проводят, вот на пальцах можно пересчитать дома, где реально люди приходят, где явка, где проводят все по документам. Вы знаете, что это заполнить нужно. Вот сейчас я могу сказать, что я занимаюсь тем, чтобы организовать собрание собственника, чтобы согласно предписанию они исполнили работу. Это сообщение нужно с повестку проработать. Нужно председатель совета дома и совет дома избрать. Ну, в принципе, во многих домах может его и нету, а очень часто такое происходит. То есть, и потом протокол сделать, это время, провести само собрание, повестись жителей, ходить по всем квартирам. Это очень серьезно. Представляете, 300 человек вот так вот пройтись по Сибирской 4.2. У нас государство просто спихнуло нагло, совершенно, причем не отремонтировав даже. В 2000-х годах они поняли, ну, а так вот если глобально говорить, куда эти все деньги уходят? К конкретным олигархам. Вот и все. Государственная сфера была не до финансирования, они ее сбросили, пожалуйста, занимайтесь сами. А люди, во-первых, привыкли, да, потому что у них была другая система, это логично. Я бы не обвинял здесь людей. Ну, и как мы видим, она вообще плохо работает. Она приводит к тому, что есть у нас островки, как говорится, красивые, хорошие, есть средние, а есть просто гетто. Ну, это ненормально. Подожди, подожди. Вот, посмотри, окей, сейчас, как говорится, немножко проблема сдвинулась с мертвой точки там, да, и сейчас какие-то пошли процессы, ремонтные процессы. Нет, нет, там на самом деле… Ничего не пошло, показывали по телевизору. Там очень интересная ситуация. Я звонил потом в фонд капремонта, в администрацию. Это было заявлено, что якобы как ремонтные работы, пока я не видел, чтобы они исправлялись в соответствии с предписанием, а предписание прописано конкретно, значит, стены, да, значит, поручни, вот эти стеклоблоки, это все конкретно прописано. И там еще несколько моментов. Оно есть, оно опубликовано на ГИС ЖКХ. По нему я пока не видел работу. Я даже специально, буквально недавно, пару дней назад прошелся по всем, весь дом прошел, и Сибирск 4, и 2, мы ходили, отфотографировал, могу фотографию показать. Да, сделали фотографию там якобы по СТВ, по Сибирску, значит, что там у нас электрики какие-то, что-то там делают. Это с фондом капремонта, это были работы обследовательские. Фонд капремонт, вот эти работы, о которых мы платим, они сейчас проводят обследование, там, да, там есть проблемы именно с электрикой, да, то есть, ну, там в плохом состоянии все это, там куча проводов торчит, ну, так, ну, то есть, подвал тоже, ну, то есть, это плановые работы, которые вначале проводятся обследования, потом проектно-изискательские работы, и потом уже проводятся сами СМР, то есть по фонд капремонта, да. Сейчас там я разговаривал, это будет вначале коммуникации, электрик, в том числе, но, то есть, в этом году обследование, в следующем году ПИРы, и только в 2022 году они могут пройти, но это не входит в фонд капремонт, не занимается текущим ремонтом. Насколько я знаю, да, я сочетал это сообщение, если у него, ну, на сайте администрации, там написано, что без дополнительных взносов, что якобы какое-то предложение фонда капремонта, звонил я, вот это делал обследование с фонда капремонта, все в рамках как бы законодательства, то есть они делают свои работы, текущий ремонт никто за сити-сервис не сделает. Давайте разговаривать, я согласен, давайте поэтапно, но уже этим летом я считаю, что они должны сделать. Если они просто не сделают, я буду писать в прокуратуру, потому что это уже просто издевательство. Я писал в госжилу инспекцию, сейчас еще раз написал, взаимодействую с администрацией, администрация тоже определенные претензии, как мне написал, как они мне сказали, но пока вот таких работ и от жителей никто не говорил, поэтому я вот пользуюсь случаем, хочу пригласить всех избирателей Сибирской 4.2 на общее собрание, которое планируется, я сообщу позже, вместе с собственниками мы готовим, чтобы жители, если в этом связано Сибирской 4.2 по максимуму, пришли на это собрание, чтобы мы смогли принять решение под этим предписанием. То есть они уже обязаны сделать эти работы, но мы должны как бы закрепить это, пригласить администрацию, считаю, управляющую компанию и обсудить все. И я этим занимаюсь, вопросом, что я предлагаю приходить. Что он может сделать наш мощный маленький канал? Дима? Как ты думаешь, вот если мы просто посетим Сибирскую 2.4, возьмем камеру и проведем маленький-маленький опрос? Мы с ним недавно проводили опрос по поводу того, почему растут цены в магазинах. И вот я думаю, что стоит провести опрос по поводу того, что вообще люди знают с точки зрения финансов, касаемо их дома, сколько они платят в месяц, сколько они уже собрали, то есть сколько они платят за год, сколько они уже собрали, чтобы нам понять, знают ли они вообще о финансах, которые крутятся вокруг их дома. Ну имеется в виду, сколько платят, это понятно, но не все платят, то есть есть такое понятие, как собираемость платежей, то есть это тоже надо знать. И куда деньги перераспределяют. Также мы еще спросим, о каких видах работах они знают, вот ты сейчас только что рассказывал, что должны сделать перила, стены, привести в порядок, да, все это и прочее. То есть вот это наличие вот этих знаний, я думаю, что, конечно, бы поспособствовало вообще решению этой проблематики намного быстрее. Я думаю, что вот такой, если провести опрос, будут шокирующие цифры, я сейчас просто подвожу. Смысл-то в чем? Понимаешь, вот есть ты, да, ты депутат, тебя вот избрали, все замечательно, все классно, но ты, получается, ты бьешься за, если это, сколько там, 200 домов в одном доме, да, получается, 200 квартир в одном доме, да, получается, ты бьешься за 400 квартир, один, грубо говоря, а всем остальным как бы не особо хочется этим заниматься, что в чем проблема-то? Просто я к чему? Сейчас вот ты здесь есть, например, ты ушел на повышение, да, или там, например, тебя пригласили там, условно говоря, заниматься Ленинградской областью. То есть вот ты сейчас занимаешься этими домами, а завтра уже кто будет заниматься этими домами? Тут такой вот момент. К сожалению, да, у нас есть такая проблема, и поэтому мы как партия коммунистическая выступаем за то, чтобы это была государственная сфера, как она была. В советское время не было таких грабительских тарифов, не было такого состояния. Значит, да, если ты позвонил, да, там, то по щелчку пальцев приезжали, там, лампочку в подъезде, в общем, я не жил в Советском Союзе, но мне рассказывали много-много людей, да, то есть мои там деды, мои там, значит, прадеды, ну, просто рассказывали, да, как это функционировала сфера. То есть это на регулярной основе было. Сейчас у нас, там, я не знаю сколько, ну, там несколько основных, там 4-5 основных управляющих компаний, еще там, да, то есть там штук 7-8 их всего по городу, у меня на округе их 4-4 управляющих компаний, и с каждым из них мне нужно взаимодействовать. Это нормально, это вот по каждому вопросу. Ну, извините, я вот считаю, что должна быть государственная сфера, государство должно отвечать за эту сферу. Сейчас у нас очень много проблем и с фондом компремонта, и с тарифами, и с выполняемостью вообще закона, да, и никто ничего не может сделать, ну, давайте проводить реформу, давайте делать государственное ЖКХ. Я считаю так. Это если глобально. А по Сибирской 4-2, нет, там есть люди активные у нас, есть большой диалог с этих домов, я регулярно со всеми общаюсь, многие знают, вот, есть актив, но достаточно сложно, потому что дом очень большой, и не все собственники живут там, там очень много кто снимает. И в этом плане, конечно, сложно, но там есть очень много людей, порядочные, там вот некоторые рисуют, что вот, и они там, вот это отношение к народу, как иногда к бытло, люди вот так вот говорят, считают, что вот, считают, вот, приходит с управляющей компанией, просто вот, и мне, ну, как хамство просто, я не могу вот с этим мириться, да, это ужасно. Да, там просто потребители живут, которые… Ко мне приходят люди совершенно адекватные, люди, которые порядочные, платят, которые, их ни один, ни два, это десятки человек, да, есть, конечно, отдельные личности, ну, они везде есть, да, там, безусловно, но вот так вот брать, и такое отношение, это ужасно. И мне не нравится, что и администрация, это полтора года депутат, администрация вот этим не занимается вопросом, и поэтому мне неудовлетворительную оценку деятельности поставили у Воронкова, потому что нету, к сожалению, в отделе ЖКХ человек, который занимался этим контролированием, говорю, вот предписание госжилу инспекции, мы как собственник в муниципальных, значит, в муниципальных квартир, давайте, управляющая компания, приведите в порядок подъезд. Ну, они скажут, ну, да, мы сейчас не можем, там, нет, ну, давайте вот на следующий год. Должна быть такая дискуссия. Ну, понятно. То есть, если нет дискуссии, то нет никакого диалога. Хотя приятного, потому что есть управляющая компания, которая, ну, то есть у меня есть позитивный опыт, управляющая компания, я там обратился, пешеходную дорожку отремонтировал, и там обратился в подъезде, значит, там, арматур торчал из лестницы, они все заделали, моментально. Есть такие управляющие компании, и я благодарен, что они так работают. Но вот мы выходим на то, что очень много вот этих проблем, и мы как депутаты к нам обращаются, а это не собственность, не муниципальная, да, это федеральное законодательство. И вот нам приходится вот так вот, ну, просто, да, общаться с жителями, и я здесь не использую свои депутатские полномочия, я просто общаюсь с жителями, подаю их помочь, пишу, но я не могу вынести на совет депутатов, чтобы там сделали ремонт, потому что это частная управляющая компания, это частная собственность, и это не в наших полномочиях, у нас есть полномочия принятия бюджета, правила благоустройства, да, там, это основные документы, которые мы там можем менять, да, и которые распространяются на весь город, да, и много-много еще каких-то полномочий, вот, их порядка там 40, вот, но мы просто не можем повлиять, вот так напрямую, я не могу сказать, управляющие компании, делайте ремонт. Вот приходится вот так ходить, вот, ну, мы это, конечно, я это буду делать, и я считаю, что люди просто имеют право на качественный ремонт, на качественную сферу ЖКХ, они за это платят многие годы, и это огромная несправедливость, что такое отношение у нас в центре города, так происходит. Слушай, ну, несправедливость она существовала, существует и будет существовать, пока люди не возьмут в свои руки, не объединятся. Да, в самом принципе и Воронков говорит, и всем недавно был Александр Ломеков, который так и говорит, что я как-то ходил, и выступал Воронков, он сказал, ну, вы хотя бы соберитесь, да, то есть придите к какому-то определенному консенсусу именно как тот же дом. Ну, вообще просто. И основная проблема это в том, что люди не коммуницируют. Тут вопрос даже не то, что там в управляющей компании. Все бы изменилось бы в одночасье, если бы сами собственники жилья, да, то есть почувствовали, что это их собственность, и нужно отстаивать свои права, свои финансы. Вот вообще первое правило банкира, не все о нем просто знают, оно гласит так, всегда защищай свои финансы. Это правило номер один. Так вот, смысл сводится к чему? Всегда тебя будут пытаться обмануть, всегда. Нет такого, что будет все хорошо, то есть ответственность за себя нужно вот нести. Я сейчас никого не критикую, я просто подсказываю и нахожу способ решения. Ведь все начинается мало-помалу, процент, процент. Сегодня я пообщался со своим соседом, завтра мой сосед пообщался с другим соседом. Мы объединились, 2-3 человека, организовали некий актив, начали добавлять, я там не знаю, сделайте сообщество дома, чтобы это не было просто болталка, да, то есть люди не очень хотят болтать, а люди хотят какой-то результат. Просто сейчас рассказываю на примере этого дома. Частная комическая недвижимость, да, частный объект. Ну что, люди заходили со всех сторон. Коммерческая. Здесь коммерческая. А, здесь? Да, здесь коммерческая, да, объект. Ну что, в туалет ходили, мыло унесут, еще что-нибудь происходит. Я говорю, давайте сделаем ключи, но если гости к нам придут, мы ключик дадим, чтобы, ну по крайней мере, не было вот этого, извиняюсь за выражение, срач. Просто, ну просто банально. Ну что, все сделали. Я взял, выделил немножко денег, отремонтировал, потом взял со всех денежки, собрал, все успокойно. То есть я сейчас как будто рассказывал про управляющую компанию, да, но мы сделали, здесь тоже есть управляющая компания. Но мы без управляющей компании взяли и решили вот проблему здесь и сейчас, на этом этаже, там из трех этажей здания. Я просто к чему? В самом начале, конечно, сложно. То есть вот это неприязь, нежелание принимать участие, да, вот с этим можно столкнуться. Но в помощь сейчас, конечно, это, они приходят, они уже пришли, это информационные технологии. Существует масса СРМ-систем, которые позволяют учитывать вообще всех собственников. Ну я не вижу как бы в этом проблемы, чтобы собрать всех людей. Просто на это нужно потратить время. И надо это делать регулярно. То есть вот как в армии, да, 6 утра подъем, 22 часа отбой, да, и на протяжении каждого дня одно и то же все повторяется. Так и здесь. Если ты хочешь собрать всех собственников жилья, значит, ты должен каждый день плодотворно, ну не плодотворно, а имеется в виду регулярно просто брать номер, ну брать телефон и обзванивать одного, второго, третьего собственника, сформировать базу данных, списочек, когда позвонил, кто ответил, кто там живет, вести учет. Конечно, это должна делать управляющая компания. Я с тобой полностью согласен. Мы на ее нанимаем ради этого. Вот это в ее интересах собрать все деньги. Ну тут надо просто, наверное, стремиться к тому, чтобы и люди были, скажем так, и подкованные, и финансово образованные, чтобы они могли, наверное, что-то изменить в этой жизни. А так, понимаешь, перекладывать на кого-то, мы и так уже 30 лет все время перекладываем на кого-то. Нет, можно, смотрите, с одной стороны, я работаю в рамках того, что у нас есть, и с жителями общаюсь, и на все собрания хожу, и пишу запросы, и все прочее. С другой стороны, я считаю, что государственная сфера, она работала лучше. Она обеспечила обязательный норматив для всех, для единых уровень состояния ЖКХ. Сейчас у нас такого нет. Сейчас одна делает хорошо, другая не очень, и якобы рассчитывают на собственников, которые стали собственники недавно, им просто государство отдало. Берите, приватизацию якобы подарили, хотя до этого никто бы не отнял эту собственность, стоит отметить. И люди здесь уже, понимаете, если бы даже администрация работала, они же не взаимодействовали, они бы сказали, у нас задача есть, чтобы в каждом был активный совет дома, чтобы были председатели, которые занимаются вопросами. Но такого же не было, я не видел такого. Чтобы этим занимались. Ты правильно говоришь. А у нас остался такой подход, что все-таки администрация сейчас за всех по фонду капремонта подписывала акты, потому что не собираются в собрание, а их крайне сложно собрать. Это серьезно, да? И они просто подписывают акты, который был ремонт, который делался почти год. Опять к фонду капремонта. Как и по лифтам они сделали, тендер разыграли, таких подрядчиков нашли, которые у нас в итоге что утворили. Также и по компенсации за эти лифты нам сделали вот этот ремонт, который целый год его делали. Целый год грязь была, куча претензий и всего прочего. Это вопрос уже к фонду капремонта, конечно. Но подписывал вот эти работы администрация, потому что собственники очень часто, ну, они не занимаются этим вопросом. И люди, я думаю, что людям, ну, люди работают. Люди, у них очень много ответственности. У нас атомный город, на атомной станции, на нити занимаются вопросами, которые, ну, еще можно даже гораздо серьезнее, чем у нас первого ЖКХ. Но, а мы говорим, да, вы решайте там сами. Вот дорешались, что у нас сейчас и сеть в таком состоянии. И если вот по фонду капремонта почему-то это дело абсолютно создали. Потому что сети, даже в домах, вот я ходил по подвалам, они очень изношены. Они с 70-х годов, никто этим не занимался. И здесь огромное количество домов. Здесь речь идет о том, что должен быть единый ответственный государство, которое занимается этим вопросом. Я вот глубоко убежден. На примере деятельности депутата, вот сколько, полтора года, увидел это. Можно спорить, допуская альтернативные точки зрения. Да, ну, слушай, можно долго действительно спорить. Я все-таки с позиции экономики, потому что экономика, да, должна всегда быть во главе. Политика это уже вторичная на самом деле, а не первичная. У нас политика полностью исказила всю экономику. Просто те эксперименты, которые были уже на протяжении там 100 лет с нашей страной, привели к тому, что люди не понимают и не знают, что такое собственность и как за нее бороться. И это очень печально. Что действительно должно делать государство или там администрация города, я считаю, что действительно надо заниматься образованием, как вести свое хозяйство, как следить за своим домом. Этому надо тоже учить, казалось бы, что-то такого. А на самом деле нужно. Нужно учить и приучать к тому, как отстаивать свои права. То есть, вот то, что ты сейчас, той деятельностью, которой ты занимаешься, это, я думаю, что должны заниматься многие жители. То есть, им должно быть не все равно, это раз. Не все равно, не мало. Да, и, ну, может быть, этого еще мало пока. То есть, ну, я думаю, что мы так или иначе к этому перейдем. Вот когда мы все это создаем, я думаю, все будет намного быстрее происходить и творится вокруг нас. Перейдем тогда к следующему вопросу. Подойди, пожалуйста, есть какие-то итоги твоей депутатской деятельности? Какие-то первые итоги, скажем так. Полтора года уже, да? Да, уже полтора года. Благодаря жителям, мне доверили люди. Это очень приятно, на самом деле, что у меня была серьезная там конкуренция. Ну, то есть, был кандидат от власти, был даже прокурор бывший на моем округе. Но мне удалось победить только с поддержкой избирателей. Я огромное спасибо говорю за это и готов работать и дальше. За это время, за полтора года у меня был отчет в ноябре 2020 года, как за год, каждый год депутаты обязаны отчитываться по уставу Сосново-Борского городского округа. И поэтому, кстати, каждый житель может прийти к единороссам и спросить, что вы сделали конкретно для улучшения качества. Нет, есть там очень, может, и хорошие люди, но политически эти люди одобряют политику президента, политику поднятия тарифов, замалчивания дискуссий в основном, потому что даже за видеосъемку нам пришлось побороться, потому что когда мы первые заседания снимали, а я снимаю практически все заседания совета, комиссии, кто-то скажет, что это там скучно, не скучно, но есть люди, которые смотрят за это. И да, может, два часа долго, мне звонят, пенсионеры говорят, а вот там, я говорю, ну да, и объясняю, что произошло. То есть сфера должна быть открыта. То есть мы добились, этим занимается моя помощница Анастасия Сластихина, она в каждое заседание приходит, снимает все заседания, то есть каждый человек, каждый избиратель может зайти у меня в группе, посмотреть. Хотя мы предлагали, чтобы, ну это администрация сделала видеосъемку, трансляцию всех заседаний, это много где существует такое, Мосгордума, например, да, и в принципе это открытость показывает, что госорган открыт для жителей, что жители могут посмотреть, как эти депутаты голосуют. Вот, и поэтому мне было крайне важно показать людям, да, как вот по тарифам голосуют, как Единая Россия, да, как вот они говорили, что они там не единороссы, что они якобы, да, Атомград, а все пришли и вступили в фракцию, значит, Единая Россия. Ну, это отдельный вопрос, помимо видеосъемки, это такой просто политический больше вопрос. На моем округе я депутат от Сибирска, 50 лет от октября, Высотная. Первый момент, сейчас, минуточку. Вообще все предложения, которые выносятся на повестку, они же, по идее, идут от избирателя, я правильно понимаю? Сначала собираются пожелания избирателя, а потом уже депутат идет и выносит это на повестку, я правильно понимаю? А как в этом случае-то, если мы возвращаемся к повышению тарифа, тут-то как происходит? Тут в администрации выносят, ну, то есть, это было так. Более того, это было очень, это причем было дважды. Первый раз они повысили в 2019-м, второй раз они повысили в 2020-м. Обычно они это в доп. вопросы пихают, то есть, за несколько дней буквально даже некоторые не ознакомливаются сутью того, что происходит. Потому что у нас сейчас, на самом деле, Совет депутатов, я пришел, я увидел, что даже никто не задает вопрос полтора года назад, никто не поднимает какую-то дискуссию, острые вопросы так и сглаживаются. Администрация выходит и говорит, ну, мы это не можем, мы это не можем. Я считаю, что Совет депутатов – это орган, который реально может иметь полномочия. Но у нас сейчас серьезная проблема, что Совет депутатов, поскольку единоросско большинство, оно все это блокирует, любые обсуждения, они пытаются заткнуть. Ну, то есть, всегда на заседании. Но мы, как депутаты, имеем право законодательной инициативы. То есть, мы можем вносить, администрация может вносить, то есть, глава Сосновоборского и Нурского округа, прокуратура, общественная палата, депутатские комиссии, по-моему, все. И каждый из этих, да, безусловно, люди обращаются, но это достаточно сложная деятельность, потому что у нас определенные есть полномочия, и мы не можем, мне этот человек скажет, ремонтировать там дорожку, да? Я прихожу, конечно, говорю, да, и я поднимал этот вопрос по пешеходным дорожкам. У меня порядка 30 на округе, мы с командой прошлись, посмотрели, в каком состоянии находятся пешеходные дорожки. Ужасно, да, в сквере там у Таллины, сколько там по улице там Высотной. И есть адресный план, по которому они должны ремонтироваться. И там было там что-то 30, 30 или 50 дорожек на весь город. У меня только на округе 30. То есть это говорит о том, что недофинансированность огромная, не знаю. Поэтому мы предложили увеличить финансирование пешеходной инфраструктуры, то есть дорожек. И в этом году, то есть если оно было порядка 2-3 миллионов, повысили, в два раза 5,5, по-моему, увеличилось финансирование пешеходных дорожек. Ну, бюджет, ну, то есть это бюджет, да, мы как депутаты... Ну, где-то, подожди, бюджет, ты понимаешь, вот у нас есть 100 рублей, и вот мы 100 рублей должны распределить, условно говоря, 10 рублей на дорожке, скажем так. Значит, если где-то прибывает, да где-то, значит, убывает. Это же принцип бюджета. То есть больше это же не получится. Да, нет, безусловно. Ну, во-первых, у нас каждый год разная цифра, что там в бюджете отражается, да. И при корректировке бюджета либо появляются дополнительные средства, там, субсидии из Ленинградской области, либо какие-то, например, направления становятся неактуальны, их убирают, то есть, ну, там, какие-то мероприятия, да, которые запланированы администрацией. И мы как депутаты, мы можем влиять на этот процесс, у нас в ноябре месяце принятие бюджета. И мы можем предлагать поправки к этому бюджету. То есть, бюджет – это, что так, документ, то есть, это множество документов, которые высылает администрация нам, и там прописано все, что будет делаться в городе. Это порядка тысячи там страниц, наверное. Это все нужно изучить. И мы можем предложить там из статьи расходов, ты предлагаешь уменьшить здесь, увеличить здесь. В каждом случае это разные ситуации. И вот мы тогда предлагали за счет, по-моему, ну, это вот год назад было, надо бы вспомнить. В общем, мы предлагали, ну, суть в том, что мы нашли резервный фонд администрации, вот точно, есть резервный фонд администрации, там от 5 до 10 миллионов, там по-разному. Мы предлагали уменьшить его, увеличить финансирование пешеходных дорожек, это в прошлом году было. В этом году тоже мы делали поправку, но проблема в том, что там сидит большинство Единой России, и они голосуют против этих предложений. Но администрация в итоге учла это, вот в прошлом году было увеличено финансирование пешеходных дорожек, и это в том числе наше достижение, что мы пробили, то есть, говорили, поднимали вопросы, но пока нет у нас большинства, хотя я надеюсь, что жители оценят нашу работу, потому что мы работаем в команде, команда КПРФ, с основоборца. И я бы хотел, чтобы было большинство именно у нас, и мы бы работали в интересах жителей, и от нас бы зависело. Потому что, к сожалению, сейчас… Ну, все зависит, еще раз говорю, от самих жителей, кого они считают нужным выбрать, если они действительно не участвуют. Я просто сам же ходил на выборы. Михаил, я просто договорю, что было сделано. Это первые пешеходные дорожки, увеличенные финансированные, это была наша поправка, мы предлагали активно, но не так, как, конечно, хотелось бы. Из моих предложений увеличить финансирование. И вот эту адресную программу я добавил, из 30 они одобрили только 5. И они будут в ближайшие несколько лет отремонтированы, эти пешеходные дорожки, на высотные, на 55 октября. Надеюсь, что в этом году у меня администрация обещала не сделать скверы у Таллина. Не ремонт вот этот, который, в основном, миллионы выделяется, вот пешеходная дорожка, это как минимум полмиллиона сделать новую, да? А текущий ремонт, что говорит, да, текущий ремонт. Взять, просто переложить старые плиточки, они не обязательно всем по-новому ходить-то, да, они очень даже нормальные. Переложить, просто песок подсыпать, да, там, и те же плитки, те же плитки. И не надо тратить миллионы рублей на это все. Но вот пока они еще не сделали, но я надеюсь, что в этом году они сделали. Потом момент был подпорная стенка. Подпорная стенка у меня на округе, это было мое предложение, никто, ни в каких планах этого не было. Мы предложили, я предложил в 2019 году, чтобы были выделены деньги на подпорную стенку, которая 50 лет октября не видели, не видели, там, где сосновый бормагазин и между домами, где аптека. Там раньше была подпорная стенка, она не сейчас есть, но она сейчас новая. То есть она была вся, кирпич уже там вываливался, вот ее заменили, это там порядка 700 тысяч. Ну, в итоге деньги-то выделяются на округ? Ну, да, да, да. То есть потом освещение, освещение, вот я писал много раз по ремонту освещения, ремонтировали, администрация реагировала. Сейчас они заменили еще освещение, новые лампы вкрутили, но это еще активные жители. Спасибо людям, большое спасибо людям. Вот. Результатом, я считаю, что по Сибирской 4.2 все-таки что сдвигается? Было официальное предписание ГОЖИЛ инспекции. И уже это как будто серьезно, и их обязали. Если они этого не сделают, то будет штраф. Это все равно, хорошо, мы ждем ремонта. Потом, ну, были такие в рамках взаимодействия с управляющей компанией, там, пешеходные дорожки тоже удалось, где придомовая территория. Там они вот как раз взяли и текущий ремонт сделали. Там эти были плиты раскореженные, там, высотные 3, например, мы сделали. Потом жители просили за лакомкой там активной избирательности Валентина Алексеевна. Мы просто, я приехал, чтобы попросить уже бесполезно. Взяли вот эти старые плитки, положили за лакомкой вот эти плиты. Вот сейчас там люди хоть могут спросить. Просто я и коллеги депутаты, потому что, да, вот эта бюрократия огромная, с которой ты сталкиваешься, это очень-очень иногда сложно что-то продвинуть, что-то протолкнуть. В общем, итоги есть. Да, итоги есть. И было еще, ну, конечно, это только то, что получилось. Есть то, что не то, что не получилось, потому что мы поднимали вопросы какие-то, которые мы постоянно там по МРЭО сейчас недавно поднимали вопрос, потому что мы можем закрыть. Говорят, будет МРЭО у нас. Там очень забавно, потому что вначале написали, что якобы будет, а потом сказали, что возможно будет в администрации, пост вот этот, который выложили. Мы в конце марта предлагали отправить запрос от Совета депутатов в область по поводу того, что не допустить просто, чтобы МРЭО, там сложная ситуация, чтобы МРЭО не было у нас в основном группе, потому что у нас десятки тысяч автомобилистов. Но Единая Россия всегда очень хитро делает. Она говорит, вы не туда пишете, у вас там не такие формулировки там не нравятся. Они с ним говорят, голосуют против нашего вопроса или воздерживаются, говорят, что мы сами. И отправляют сами, например. То есть у нас так было по обращению недавно. Вы знаете, когда оригинальный оператор по вызову мусора, вот эти машины, из них вытекают фракции жидкие, вот это все. И мы просили, чтобы, ну, сделали с нас обращение, чтобы они как бы сделали с этим что-то, то есть сделали такие машины, которые были герметичны, да, чтобы не стекало все это добро на дорогу и потом воняло, особенно летом, когда это все начинает прям до окон лежит. И на следующем заседании они, значит, берут и такой же проект, ну, то есть вначале они против проголосовали, сказали, формировки не очень. И такой же практический проект, но они уже все большинством голосуют за это. Так же по-моему, правило было. Они, значит, сказали, нет, здесь не так, проголосовали против. Говорят, мы сами отправили. Но они отправили как от Садовского, вот, от Владимира Ваниславовича. Ну, нет, хорошо, что в итоге, да, все равно это работает. Но главное, что работать. Нет, смысл в том, что, понимаешь, мы можем спорить, мы можем отличаться во мнении, но так или иначе, если что-то происходит, то это на самом деле неплохо. В споре рождается истина, это раз. А во-вторых, понимаешь, твой округ, он не один, и я так понимаю, бюджет-то он не резиновый, его нужно перераспределять между всеми округами. Ну, уже тогда завершаем нашу беседу, подойдем к самому главному, наверное, вопросу. Это выборы в Государственную Думу, в ЗАГСобрание, и кто наш кандидат, кто идет от нашего города. Есть какая-нибудь информация? Просто я сейчас к чему? Чтобы там не получилось, что самый последний момент, мы узнаем, что вот у нас появилось 5-6 кандидатов. Вот мне хочется разобраться, какой кандидат будет представлять мои интересы от моего города, от моего района, от моего округа, от моего дома. Потому что в городе сколько у нас? 300 чем-то домов, да? Даже больше? Да, более 300. Более 300 домов. Я хочу лично знать, кто будет представлять мои интересы. Меня это сильно волнует. Да, у нас, к сожалению, такая ситуация, когда избирательная кампания начинается за 2-3 месяца. Вы сами участвовали, да, это проблема. Что касается выборов. Первое. Безусловно, в ЗАГС собрание... От партии КПРФ кто-то идет? От партии КПРФ будут выдвинуты официально. Еще пока нету, да? Официального решения пока нет. Если говорить про кандидатов от других партий, я не могу за них сказать. Я предполагаю, что в законодательное собрание пойдет действующий вице-спикер, по-моему, Пуляевский, который у нас был главой города. Я с ним тоже на выборах выдался. И от КПРФ у нас есть кандидатуры. Мы их обсуждаем. Мы будем вести команду в законодательное собрание Минградской области, потому что на сегодняшний момент у нас есть недопредставленность интересов жителей. В основном все кандидатуры, которые у нас одобряются в Совете депутатов или в законодательное собрание не согласованное с конкретными лицами, там, не знаю, Григорий Михайлович Ногинский это или губернатор, но жители у нас часто не принимают решения. Это самое обидное. Я могу точно сказать, что с меня люди проголосовали. Ну, то есть за всех они проголосовали, но просто речь идет о том, у кого административные ресурсы. Вот я об этом не говорю. У меня административного ресурса не было. И в законодательное собрание могу сказать так, что мои партийцы, они предложили мне выдвигаться в законодательное собрание. Тебе, да? Да. А, ну, прикольно. Пока официального решения нет. Это будет объявлено на выборах, но я думаю над этим, потому что у нас проблемы по всему городу. И эти проблемы, эти проблемы нужно заниматься. И ко мне обращаются жители не только с моего округа. Ко мне обращаются жители и с машиностроителей, и с красных фортов, и садоводы ко мне обращаются. Потому что садоводство Балтика есть у нас, где 2 километра люди ходят, бабушки, от остановки до садоводства. Я вот уже администрацию, каждый заседание, когда вы внесете это в бюджет, они говорят, ну, это долго. Я говорю, какие сроки? Ну, сроки мы не знаем. Вот этот стиль, вот этот, то, что мы исполнительная власть, у нас она, к сожалению, как будто не подотчетна. Хотя глава города у нас избирательства советов депутатов. И вот это вот отсутствие дискуссии, отсутствие диалога очень часто, это самое негативное. Я вот с этим хочу бороться. Я хочу с этим бороться, я для этого пришел в совет депутатов, чтобы отставить интересы простых граждан. Это может быть не так просто, потому что у нас есть крупные структуры, которые продвигают свои команды. Но я не один, у нас есть команда, у нас есть команда КПРФ. У меня есть товарищи депутаты Андрей Артемов, Виталий Лопухин, Виталий Лопухин, мы вместе с ними есть команда сосновоборцев, это Екатерина Лаврентьева, Николай Панченко, значит, Антон Сиводет, мы вместе с ними работаем в Совете депутатов. Если получится, то будем работать и дальше, если меня поддержат жители на выборах в законодательном собрании. Что касается Государственной Думы, за другие партии опять же не могу сказать, но у нас есть кандидат Николай Алексеевич Кузьмин, и я думаю, что он может, он действующий депутат в законодательном собрании, у него большой опыт, я думаю, что это самая вероятная кандидатура, ну то есть я бы поддержал его. Но решения партии опять же нет, поэтому кто бы от нашей партии не выдвинулся, я всех буду поддерживать и мы будем работать в единой команде, потому что без команды ты ничего не можешь. Она у нас есть, и мы будем выступать и бороться с единой Россией, потому что эта партия на сегодняшний момент заполнила все органы власти, пытается принять за людей решение, они зависимы. Все они сидят в Совете депутатов, они все зависимые люди. И поэтому они никогда не могут поднять вопросов, которые актуальны. Они не могут поднять ни вопрос по бухте батарейной, они не могут поднять вопрос ни по лифтам, это было ранее, в этом Совете не было. Они не хотят отправлять губернатору по мусорной реформе, мы писали вот это обращение. Они в итоге просто берут и запрещают нам отправлять запросы от аппарата Совета депутатов в региональные органы власти. То есть принимают такой регламент большинством голосов, и у нас год мы пишем, я смешно, я депутат, мне не люди обращаются, но в госжилу инспекцию я беру и вместо того, чтобы отправить в аппарат, да, и они отправили официально, я беру и захожу на сайт госжилу инспекции и там в электронной форме пишут депутат, также в фонд каприопитального ремонта. То есть они вставляют палки в колеса. С видеосъемкой такое же было, очень не хотели, чтобы снимали, очень боялись. Было заседание ЖКХ первое, на котором они как раз тариф хотели повысить и хотели под шумом так все это сделать. И хотели вначале, даже вызывали полицию, вызывали полицию, чтобы просто взять и прекратить видеосъемку. Мне говорили, вы прекратите видеосъемку. Вот так работает у нас эта партия, которая, там могут быть и неплохие люди иногда, но они боятся поднять острые вопросы. И они их не поднимают. Они всегда согласовывают. И вот это телефонное право, о котором я еще говорю, речь. Когда я в бюджет что-то вношу, говорю, давайте так. Он говорит, а мы уже все решили. Я говорю, как мы, у нас основной полномочия бюджет принимать. А у нас кроме фракции КПРФ особо правок больше нет. Понимаете? Вот это ненормально. И представительная власть должна отражать мнение людей, и люди должны ставить конкретно вопросы. Поэтому мы будем на этих выборах бороться, отставить интересы граждан, бороться за каждый голос, чтобы в итоге победить, получить большинство. Твои пожелания? Пожелания. Ну, чтобы так здоровья, конечно, всем основоборцам и вообще избирателям, я очень люблю жителей своих, которые ко мне обращаются, очень душевные люди, очень приятные, болеют за город, жители – это тоже моя команда. Я хочу им пожелать здоровья, потому что люди иногда уже в возрасте, и они очень активны, иногда бывает, приболеют еще как-то очень, конечно, переживаешь, и тоже некоторые там одни. Поэтому я желаю здоровья, безусловно, и веру в нашу победу, в победу социальной справедливости, и чтобы люди реально были представлены в Совете депутатов, в законодательном собрании, в государственной думе отражали интересы жителей. Так, желаю, конечно, чтобы у нас погода была хорошая, но, к сожалению, это я могу только пожелать, чтобы не было тут у нас такого же лета, который был, по-моему, несколько лет назад. Надеюсь, что у нас будет по баллу этого. И, конечно, позитивного настроения, позитивного настроя, потому что без позитива какого-то постоянно, потому что много чего негативного сейчас происходит в последнее время, связанное с федеральной повесткой. Чтобы не было вот этого негатива, и всегда быть настроен на то, чтобы все равно вот так сделали, а мы можем сделать что-то против этого. Приняли регламент такой, ну ничего, мы будем так работать. То есть никогда не отчаиваться, никогда не задаваться, а идти вперед. Это пожелание, да? Да, это пожелание, да. Ну что, в гостях был Иван Апостолевский, немножко политическое у нас обозрение сегодня. Я всем желаю успехов, счастья, здоровья. Пишите в комментариях свои пожелания. И до новых встреч. Пока.